сколько стоит собрать ребенка в школу мы в общем от всего от этого окабанели возьми кредит на собрать ребенка в школу двое-трое шортом пару маев даже можно купить одежду по необходимости одни шорты мы потеряли на океане и как нам помогали сколько стоит одежда но по факту это школьная мода до свои ящики в спортивном зале back to school 5 будут скидки на стиральные джипы всем привет вы на канале у нас есть в америке правильно сегодня мы собрались за круглым столом вот с такой небольшой кучкой одежды чтобы обсудить или вернее частично ответить на вопросы которые нам задают сколько стоит собрать ребенка в школу типа одежда констовары и прочие принадлежности которые нужны ребенку вот ну это будет скажем такой неполный вопрос ответ на вопросы а частичный потому что у нас нету школьной формы и мы покупаем одежду по необходимости я хотела сказать что у нас мало того что нет школьной формы у нас еще учителя постоянно когда пишет письма родителям раз в неделю мы имеем письмо от учителя в такой манере общения она рассказывает что было в течение недели что проходят дети всех и учителя всегда просят одевайте детей ну типа в одежду которая не ну не очень дорогая которая которую не жалко они прямо так и говорят она так говорят по проще очень много рисуют дети очень много делают каких-то арт-проектов это может быть связано с обжиганием чего-то это может быть связано с краской с плиткой плюс у них очень много таких вот заданий занятий как они могут пойти там наблюдать жизнь какого-то жучка они там все на асфальте лежат там смотрят на него и много активности и много свободы в классе они могут лежать там где угодно и читать сидеть где кому как удобно занять свое место то есть для того чтобы продуктивно заниматься школе в россии я думаю что в россии так на украине также и скажем так мы будем говорить только за свои какие-то школы вот которые мы знаем то есть в нашем дистрикте что мы знаем точно что там нету формы мы знаем точно что там можно что нельзя потому что ну вся америка наверняка разная в каждых школах есть свои немножко правила и вот у нас антоша идет middle school у него немножко появляются какие-то другие требования мы про них тоже немножко покажем сейчас буквально ограничение то что нельзя ходить в шлепках она и в нашей школе действовал любую обувь можно только не шлепки потому что шлепки они как бы ну травма опасным травма опасно ну в общем чуть-чуть что то есть факт в том что школьная форма не надо поэтому вместо традиционного костюма как это делается в беларуси там женского или мальчикового мы покупаем одежду то которая удобно ребенку для повседневной жизни которую он сам постоянно носит и в ней же он ходит в школу ну ему надо переодеваться маме надо стираться поэтому должно быть несколько типа там двое трое шорт там пару мает даже можно купить двое мусков если разрешение да кстати про разрешение скоро будет видео вот поэтому мы сейчас покажем что наша дочь выбрала себе так сказать в дополнение к тому что у нее немножко где-то по износилась одни шорты мы потеряли на океане про это мы потом расскажем океан вы видели на вы не видели как мы шорты потеряли как нам помогали спасать и поэтому вот одни шорты вывели одни были нужны просто так в общем мы поехали что-то купили сейчас мы просто скажем вот сколько стоит одежда получается повседневная для ребенка в калифорнии вот именно у нас в нашей эре и в этой же одежде он пойдет в школу но по факту получается что мы собрали ребенка в школу то есть мы ему купили новые шорты новую майку там новую байку штаны купили новые зимние и купили футболку которая называется модным словом сейчас катаринка скажет как они еще раз короче она называется более русские люди скажут худи наверное и в общем мы уже даже на по телевизору это слово слышали мохнатые года потом они назывались толстовками мне это не нравилось но оказывается это были худи и я говорю вот мне кажется по телевизору их тоже уже так называют в беларуси я хотела сказать про наше ограничение антоши про одежду да на нашем сайте где дети учатся младшие сейчас школе ничего не написано как бы там ну про одежду какая она должна быть а вот уже у антоши написано что нельзя ходить в бейсболке по кампусу чтобы за угловое лицо и чтобы закрывала лицо но я думаю можно одеть мальчик нельзя надевать солнечной в них можно дойти до кампуса но когда ты входишь в ворота нужно снять и капюшон нельзя одевать на голову если у тебя вещь с капюшоном капюшон должен быть снят и по майкам и ну скажем по каким-то принтам на одежде это не должны быть ругательные слова это не должны быть какие-то типа как подколки по поводу расы религии там еще чего там всяких стриме да и экстремизм а так можно там супермены все это можно ну что переходим к обзору и по ярких вещей я пропадаю из кадра девочки будут разгон в общем ребенок хвастается спрятался ну значит мы купили шорты давай вам рассказывать что там написано этих шортах из чего они сделаны я бы сказал это даже зимние шок вообще весь конечно качально катарина очень важно что нет кармана здесь вот такая вот обманка ну в нее можно на ключик какой-то положительный еще что круче честно говоря на мой взгляд это вообще как как бы как шорты для дома как бы но катарин да нет за это ты просто на них смотришь советским взглядом как на шорты для дома это очень модно короче они они стоили когда-то вот давай покажем 40 долларов мы покупали в нашем магазине который мы уже показывали да мы были в магазине general discount это с дженнир нет вот это с дженниров диском нет зайка мы были о более я перепутался это был магазин файлы сдать пардон ну вот это не просто рядом и что и это по моему вот такие вот пола club короче это достаточно такая недешевая одежда по что там по составу написано не смотрели мы выбирали я бы понятно что не смотрели но просто рассказать показать 60 процентов катон короче и 40 присты вот такие моды синтетика короче получилось их двое я думал что они одинаковые они нету это значит они в общем похоже по толщине но немножко другая раскраска я думал что они вообще похоже значит они того того же бренда фирмы называйте как хотите и с ценником у них тоже самое были 40 стали 599 в конце подобьем сумму какая могла быть цена скажем так со скидкой и без скидки вот и сколько вообще все это обошлось потому что чек остался в машине я уже не помню мы покупали тут на вашей программы это вот эти вот любимая к стильно любимые дочи и худи на самая большая в общем доча любит именно чтобы это было вот такая вот ну покажите и это да и катаринка встань капюшон подниму в общем она не на замке катаринка любит чтобы она одевалась через голову тоже больше любит на замке но так как это как это сказать заразная и когда катаринка выбрала себе такую светло-салатовую яркую худи антоша заразился и тоже купил себе вот и поэтому мы сегодня когда вернее не сегодня вчера там ли когда мы покупали мы купили две размеры получились разные и катаринка забирает себе больше потому что ну короче это школьная мода да они любят чтобы длинные рукава были и в общем и мальчики там носят такие в спортивные например майки футболистов там или еще какие-то с длинными рукавами они длинные до колена в общем это такая мода это нормально как бы у нас считается иногда когда дети утром идут в школу на них смотришь на меня не на наших детей вообще принципе на коллектив наши подтягиваются такое ощущение что вот показывают фильм какой-то из 90-х идиотропавец нет ну не все скажи не все большинство детей почему-то я не могу понять почему у нас было принято обувь тык впритык там по размеру чтобы ножка там не поехал здесь дети носят обувь допустим вот там прям видно как у него заранывается что кроссовки вот здесь заканчиваются а пальцы вот здесь еще короче на пару на пару размеров больше чем это связано я не знаю а иногда крик дышим в их платье ходят да есть такие кто приходит в платье такой найти как на праздник но это хорошо ну в общем у нас получилось значит вот эти две худи они абсолютно одинаковые и что там у нас по цене зайка давай зачитать а было 13 я просто не вижу так было 1399 стал 699 да а по составу что там у нее тоже 60 процент просто это на 40 всех может очень даже и заинтересовать ну вот прямо видно так значит где такие футболки и мы пошли в другой магазин ну худи 2 худи 2 худи 2 худи так катарина следующий магазин это был здесь дискаунт и вот эти штаны нашел случайно случайно я нашел до для катарина карманы ну хорошие машины серый цвет очень даже модные молодежь так что там у нас с ценниками давай 99 а стоили 39 на минуточку пару долларов они такие да что там у нас появился начал но они на сама сайтами на счет они стопроцентный полиэстер но они мягкие хорошенькие с виду они вообще как обычные сверху ну мне они понравились мне я не понимаю почему стопроцентный полиэстер в них три кармана карманы что такие штанцы очень нужны ну это не так это зимние и остались еще шортики зачем мы ехали они тоже из магазина dds что там по цене 399 были 799 короче стопроцентная наверно синтетика но они такие какие-то да хорошие спортивные дышащие шорты давай что это тоже магазин dds так смотрим 399 799 ну вот получается давай сейчас подобьем на каркуляторе получилось это 39 93 без налога налог считаем грубо говоря 10 процентов это будет 4 доллара 43 доллара получилось вот двое шорт 2 худи штаны длинные еще двое шорт 4 хорошо получается да зимние шорты и летние шорт и давай сейчас посмотрим сколько это стоило до распродажи получилась если посчитать в ценах которые были до распродажи это 163 96 это 164 и 10 процентов это 16 это было бы 170 180 а первое а вторая сумма у нас получилось 43 ну то есть вот так вот можно было бы потратить на 140 долларов где-то больше вот сегодня мы катаринке купили новые кроссовки вы можете угадать сколько они стоят вы дать какой бренд а я вам быстренько раз и показываю вот такие и вот такая вот смешная цена купили до той кучи шорт которые она уже получила ну собственно вот добавьте костюмы ребенка еще 10 получается как бы всем уже знакомо такое выражение back to school и уже она прямо на английском языке мы видели тоже на в новостях белсата прямо так и звучит в беларуси вот но скажем так мы не знаем как происходит у вас рассказываете что продается в рамках этой акции но мы не знаем потому что мы антошу собирали получается в садик один раз и потом мы больше никого никуда и тогда наверное еще так не было распространено тогда я помню во время нашего отъезда было написано на на гуме было написано возьми кредит на собрать ребенка в школу вот просто я что хотел сказать что у нас в рамках этой акции можно купить не только одежду и карандаши можно машину купить то есть back to school распространяется на очень это это просто как как любой праздник вот как день труда который сейчас будет опять будут скидки на машины на все на стиральные там на джипы на прочее на внедорожники там на и мы все на все в общем пойдем выбирать новую что я вот не знаю как сказать это слово хочется как приблуду мамину чем так короче вырежет нормально наши что у нас вегасе сломалась а у нас вегасе сломалась печка маленькая печка тостер ну в общем пойдем выбирать и все увидят но я называю тостер потому что мы по большому счету люблю мне делать тост но это в общем это можно купить на back to school но мы пойдем на покупать когда будет день труда да то есть в общем главный посыл тот что во время back to school ты можешь не только карандаши цветные школу купить но ты можешь купить машину ты можешь купить там я не знаю телевизор все что угодно это распространяется на все все магазины проводят эту акцию давай а back to school очень еще очень хорошо то что независимо от того что осталось еще блин нет курицу красный это мы сгорели на океане кто видел тот поймет еще только 26 дети пойдут в школу но уже там где написано back to school у них уже скидки есть допустим эта вещь стоила и так дешевле но она еще уценяется на 25 процентов на 30 на 40 и в общем чем ближе время чем тем это будет дешевле где мы в бестбай ведь не в беглоц мы видели пранеры такие специальные для школы вот мы будем покупать есть катарине научительница скажет что ну вот по одежде вроде разобрались сейчас еще антоша сделает маленькое выступление покажет на что он потратился в свою школу на какую одежду а в следующем видео мы покажем что дети ложат в рюкзак сколько стоит рюкзак сколько стоит карандаш и какой пакет но это наш ну мы собираем мы собираем в школу но это добровольно вы если кто-то не хочет может этом не участвовать но мы стараемся по мере возможности поучаствовать потому что школа дает гораздо больше чем просит скажем так они не просят но не будет пишут что это добровольно хотите антоша студии сменились декорации появилось новое действующее лицо наше новое действующее лицо антон и сейчас вы видите как их встречали когда дети входили в школу сегодня 20 августа сегодня тренировочный день и вот эти греки которые вы слышите это старшеклассники встречают так связь нынешних первое это школьники волонтеры наверное 8 класса которые в этом году пошли в 8 класс а а а а а а а а а Ну вот так. Ну вот так. Ну в общем, от всего, от этого, окобонели. За неделю до начала официальных школьных уроков, дети, шестиклассники, кто первый раз идет в миддлскул, имели возможность прийти, посмотреть полностью кампус школы, посмотреть, как расположена, как устроена школа, потому что у них уже нет такого, что они в обычной одежде занимаются спортом, у них уже будут свои ящики в спортивном зале. У них спортивная форма, Антош, продемонстрирую. В общем, вы пришли, вас встретили бурными аплодисментами. Покажи, ты встались? Да. Вы дали вот такие вот очки с логотипом, ленточку. Ну это для ключей. Для ключей, но ключи от замков не дают, потому что все замки будут вот такие вот, цифровые. Да. И самое интересное. Дали бутылку, потому что они так сделали, что дети не боялись спрашивать вопросы. Но бутылку давали тем, кто спрашивает? Да. То есть, чтобы поощрить, задавать вопросы какие-то, что-то узнавать о школе, и чтобы дети не стеснялись, их как бы немножко так вот подмолвали. Я сразу понял. Сразу понял. Какой ты вопрос задал? В общем, это вот такая бутылка тоже с логотипами. Если мы будем иметь время, практиц, эти локи, потому что я не понимал, боялся, теперь я знаю, и умею идти. И главное выучить копию. Короче, замок, который находится на шкафчике, куда ложатся книги. У них два шкафчика. Антон, чик, чик, идешь на рекорд. Мы тренировались. Дело в том, что переменки очень короткие, и нужно успеть... Все будут очень короткие, это от слова очень-очень. Три минуты. И нужно успеть добежать до ящика, открыть его, взять свои шмотки и бежать в ящик. И не забежать. Нет, можно, разрешают им там бегать по кампусу. Да. Потому что учитель по математике говорил, что они реально бегают по кампусу, чтобы успеть от одного урока до другого. Ну, потому что класса так далеко от... В общем, замок, который стоит на шкафчике, мы долго не могли открыть. Мы звали специального человека. Схему почему-то не написали, не дали. Но потом специальный служащий нам показал, проходила тренировка, и Антон довел это до 10 секунд. А это замок уже от ящика в спортивном зале, от спортивной формы. Уже будет храниться вот эта спортивная форма. И замок покупает... Я как-то много... Переходим к форме. Замок покупался в школе, он стоит 5 долларов, и на нем сделали гравировку Антон Пере. Всем делали гравировку. Видно, наверное, да? Видно, видно. Сразу же, как ты покупаешь, тебе сразу же... Прямо все в прямом эфире. Мы заходили в спортивный зал с одной стороны, шли по кругу спортивного зала. Оплачивали. Мы, опять же, я уже говорила, что мы... Я состою в Parents' Teach Association, и мы решили, что я и в этом году в двух школах. Я буду и в Анзе Элементарии, и... Ну, я буду... И в Миддл Скул. Я от Миддл Скул, и от Элементарии в школу. И в Миддл Скул уже и Антоша состоит. И Антоша, да. Он тоже будет иметь вправо голоса. Вот, и потом мы шли дальше по кругу, там еще какие-то бумаги заполняли, подписывали и дошли до формы. Ну, я могу рассказать, какие там. Там определенные столы, кому что интересно. Все подходили к столу, где берешь расписание для своего ребенка. Следующий стол можно было проконсультироваться по поводу быть волонтером в арт-проектах в школе. Другой стол был, если нужна помощь в оплате обедов и завтраков, можно было заполнить самым и пообщаться. И следующий стол, собственно, был, где подбирали размер формы, заполняли бланк, шли, рассчитывались и получали одежду. Все в одном спортивном зале было организовано. Майка стоит 10 долларов, шорты стоят 10 долларов. Комплектов можно покупать сколько угодно. 20 долларов? Нет, по десятке. А, 25? Да. А, 45, мы за два комплекта. Да, мы 45, мы за два отдали. Мы купили пока два комплекта и дальше будем решать. И плюс еще можно было купить зимний вариант спортивной одежды. Ну, посоветовавшись с Антошей, решили, что ему бегать в байке. Я не знаю. Короче, это худи и такие спортивные штаны, вот как мы только что показали. Тоже, с той же, с тем же логотипом все, но мы решили, чтобы все-таки спортом заниматься в таких теплых вещах будет очень... А, ну и еще там дальше... В фоне нельзя ходить по кампусу, потому что это только для... Только для ПИИ, ну для ПИИ, в пятницу, они просят... Только если ты имеешь ПИИ как твой первый урок, тогда ты вроде можешь... И, например, с последнего уйти можешь в форму. Ну да, мне кажется, что это... И в пятницу, по-моему, у них вот этот спиридэй, как у детей в понедельник. А у меня только на фройде. Ну, так я и говорю, что у Катарины с Сашей в понедельник спиридэй, а у вас день духа это называется, когда они одевают с логотипом вещи. Но это будет не эта майка, другая. Я маху эту майку, потому что все майки там где-то похожи. Ну там можно эту майку... Она не имеет этого, она просто... Но у нас есть, потому что наша Анза Элементарий, когда провожала своих пятикрасников в шестой класс, от нашей вот этой Parents' Teach Association мы всем пятикрасникам подарили майке Миддлску, короче, мы сделали вот такой подарок. Майки и бутырки для воды и что-то еще тоже. Ну мы подготовились, типа, своих пятикрасников провели. Вот, и во всем этом еще помогали старшие классники, старшие школьники. И вот они сидели, там тоже подписывали вот эти маечки и шортики. Причем, что интересно, видите, это шорты подписаны тонким маркером, а майка подписана толстым маркером. И подписывали разные девочки. Одна только майку подписывала, а две другие подписывали шорты. Что я хотела сказать по форме, мне она не очень нравится. Не, ну в смысле цвет там это все, но она полностью... Ну короче, синтетика хотелось бы быть хэбэшная. А у нас жаркая, мне кажется, что хэбэшная им было бы... Заня, ну с одной стороны, вот как я ношу синтетические майки, это как бы неплохо. Ну, значит я... И учитывая, что мы собираемся их стирать после каждого, то это будет даже и хорошо. Поэтому, в общем, одежда вот этому старшекласснику обошлась в 45 долларов с замком. А, и вы покупаете... Получается, в этой школе Антоша будет учиться 3 года. Одежда... Форма меняться не будет, поэтому волноваться им надо. Он ее... Если разбить ее не вырастет, то он на 3 года ее купит. То это получается пока 15 долларов на год. Ну, я думаю, на 2 года хватит, а на 3, наверное, надо будет прикупать. Нужно будет покупать более... Ну, вот вроде все. Да. Как бы, к сказанному добавить вроде нечего. Постарались все озвучить. В общем, одежда обошлась, грубо говоря, 45 долларов на Антошку. Сколько там мы насчитали? 40 на дочу. С одной кофтой на Антона. Получается 85. Хорошо. Да. Кроссовки пока носят старые. Будем покупать, будем говорить. Но это как бы тоже не статья расходов. Там пока у нас кроссовки вписываются порядка 30 долларов. Причем Антона мы обули в две пары новых кроссовок буквально на выпускной прошлый. Но вы его увидите после этого видео. Так получается, что я не успеваю. Это я выпущу раньше, чтобы совсем не опаздывать. Вот. Поэтому, как бы, грубо говоря, сотка на двоих детей выше крыши. Да. Все. А вы были на канале. Наши жители. Увидимся в интернете. Пока. 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 Пока.